Конечно же, ребят, Артур это не баба Галя номер один, но мальчики всё-таки прощупывают золотую жилу. Согласитесь, Артур один из всех их героев, ну, скажем так, заслуживает помощь, правда же? Вот они теперь и уцепились именно за его и его папу. Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своём канале, надеюсь, вы тоже рады меня видеть. Ребят, поговорим мы с вами о канале Доброе Дело, обсудим очередной видеоролик. И у мальчиков сегодня снова Артур, снова помощь Артуру и его папе Артуру Артуровичу. И, как и они говорили, что они наймут какую-то службу, чтобы почистить печку, почистить там трубу. Ну и всякое прочее, сдержали своё слово. Ну, то, что всё это за счёт донатов, ну, это понятно, потому что, ну, у них каждую субботу стрим, и каждую субботу у них всё-таки идёт сбор на Добрые Дела. Ну, они сами говорят о том, что это общая копилка для Добрых Дел, и если там не указывается, кому именно пришла та или иная сумма, то всё идёт в общую копилку. Так они и не сказали, конечно же, сколько они заплатили за эту процедуру. Но в самом начале видеоролика, когда они говорили вот вступительную речь о том, что вот, решили там помочь, всякое такое, когда говорил Игорь именно, я наблюдала за Андреем. У него глаза бегали постоянно туда-сюда, туда-сюда. Такое чувство было, что он либо думал, блин, хоть бы не сморозил что-нибудь, Игорь, хоть бы не сморозил, либо думал, хоть бы сморозил, хоть бы сморозил, чтобы все потом в комментариях написали побольше и побольше поржали. Ну, короче, не знаю. Но когда говорит Игорь, то Андрей всегда в каком-то таком напряжении, глаза эти бегают, бегают, но, по сути, они у него всё время бегают. Не знаю, я вот это вот замечаю. Ну, и дальше уже сама вся эта процедура, которую показывали аж 26, что ли, минут. В общем, весь видеоролик, это всё показывали, всю эту процедуру, как там эту трубу чистили, как там всё разбирали, вычищали. По сути, ну, вот мне, допустим, было неинтересно всё это смотреть, ну, вот как зрителю, да, наблюдать за всей этой картиной, как чистят эту трубу. Потому что, ну, там ещё такие какие-то бестолковые разговоры, абсолютно без дела, которые, по сути, неинтересны зрителям. Ну, в основном какие-то добрые дела больше интересуют. Ну, по сути, какие добрые дела, мы же с вами все привыкли. Ну, хотя, знаете, что я заметила, что мальчики, они как-то ещё больше стали благодарить своих зрителей, подписчиков за помощь. Вот хитрые такие они. Это я сравниваю с Мансуром, который я не слышала, чтобы благодарил своих зрителей. Эти знают, что надо больше и побольше, и по несколько раз в видеоролике сказать спасибо, чтобы, наверное, побольше слали деньги. В общем, как-то так. Ну, и, знаете, можно было бы даже, по сути, и не обозревать этот видеоролик, потому что, ну, как бы, что там мы увидели с вами. Просто целый видеоролик, эту вот процедуру чистки трубы, как там на крышу залазили лестницы и всё это прочее. Ну, и некоторые моменты из всего, что мальчики собираются ещё завести, наверное, Артура в баню, подстричься, и оказывается, что Артурчик сам себя ещё истригёт. Ну, и опять же, я заметила, что Артур как-то у мальчиков таки побаивается. И побольше, мне кажется, он побаивается Андрея. Потому что, когда Андрей им что-то говорит, он прям так вот как-то прям говорит с осторожностью. При Игоре он даже, по-моему, матернуться может. И Игорь постоянно его пресекает, как бы говорит, что вот, ты же умеешь не ругаться, у тебя же так красиво получается так вот говорить хорошо, без матов. Как бы так его даже и подхваливает. Но некомфортно. Артуру видно, что некомфортно с мальчиками совсем. Поэтому даже вот, когда они говорят, надо поехать в баню, там, подстричься, ему не очень-то хочется. Наверное, чтобы Ванька ему сказал, что Артур, ай да, я тебя завезу там в баню, там, в парикмахерскую. Тот бы ему тоже там высказал пару ласковых. Артур согласился, потому что он чувствовал себя, наверное, с Ваней наравне. А с этими он в напряжении. Ну, в напряжении. Ругаться, по сути, с ними нельзя. В кафе ещё ехать, бургеры есть. Он тоже как-то, вот я не увидела такого прям азарта с его стороны, что вот он, о, круто, да. Ну, вот как-то то, что некомфортно он чувствует с ними. Но, опять же, Артур поблагодарил. Это так, ну, ценно, ценно для мальчиков. Ценно для мальчиков, что Артур поблагодарил. И Артур Артурович поблагодарил. И, кстати, Артур показывал книжку, которую он читает. И я ещё подумала, что, значит, у него всё-таки какая-то начальная школа есть, раз он может читать. Это тоже как бы неплохо. Но у него проблемы со счётом. То есть он плохо разбирается и плохо считает деньги. Именно там копейки у него не получается. И папа говорит ему, что, ой, я уже заколупался тебя учить, считать и разбираться с этими копейками и прочее. Но что-то Андрей сказал, что книжку, что ли, какую-то принесёт ему учебник или что, чтобы тот учился. Но это, правда, конечно же, выглядит, как мне кажется, смешно. Ничего, он там не будет уже учиться 37 лет человеку. Да, в душе он ребёнок, потому что это особенный человек. И уже вряд ли он будет учиться. На самом деле у него хватает тел, то за водой сходить, то печку. Топить, возможно, он топит то в магазин, то за газетой, то ещё куда-то. Короче, у Артура день расписан точно так же, наверное, как и у папы. Ну, сейчас вроде там ему печку сделали им. И рады они, конечно же, а чё? А чё быть неблагодарными? Сделали бесплатно печку, телевизор припёрли. Ну, чё не радоваться, ребят? Ну, мне кажется, нет таких людей, которые не рады халяве. Ну, правда, такой телевизор, да, что, ну, блин, что там такого? Ну, именно как для них, да, то, возможно, этот телевизор и ценность. Судя из того, в каком они доме живут, и там, и какая печка. Ну, и, в общем, для них, возможно, там этот телевизор и этот DVD, это, возможно, и ценность. Ну, и для мальчиков это ещё что же огромное счастье, что кто-то что-то передал, и можно поехать и запилить видос. Ну, в общем, как-то, ребят, всё, ничего такого особенного, сверхъестественного я не увидела. Ну, целый видеоролик чистили печку. По сути, тоже неплохо, но, опять же, знаете, мальчики всё у нас делают за счёт подписчиков. И знаем мы уже это всё давным-давно. Ну, ладно, хотя бы пусть так делают, чем совсем ничего не делают. В общем, ребята, у меня всё. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения. Как всегда, каждому из вас желаю прекраснейшего настроения, позитивных эмоций, любви, добра, понимания, ну и, конечно же, здоровья. Берегите себя и своих близких. А я вас обнимаю. Всем пока.